Привет любителям сноубординга из магазина Squat VR Freeride Москва-Таганская. Сейчас запишем видео, как обещали ранее, с показом тех моделей, которые поедут с нами в Шерегеш на тесты. Напомню, что с 29 ноября по 5 декабря в Шерегеше на секторе Е будет проходить тест от магазина Squat с теми досками, которые мы представляем, то есть с теми уникальными моделями, которых вы больше нигде не увидите. Соответственно, у вас появляется уникальная возможность покататься на этих уникальных досок. Сколько слов уникальных я сказал сейчас. Чуть-чуть вам давайте расскажу про то, как вообще будут проходить тесты. То есть просто так, естественно, вы придете, мы вам доску, наверное, не дадим. То есть за доску вы должны будете либо внести какую-то сумму денег, я думаю, что это будет от 30 до 50 тысяч рублей. Ну, то есть будьте готовы, да, если вы нам ничего не можете дать взамен, взамен имеется в виду адекватный комплект ваш, которым вы придете, доска креплений. У нас, к сожалению, немного, мы не успели получить новые крепления свои, поэтому у нас там будет буквально 4 пары этих степынов клю новых. А в основном тогда придется перекручивать крепления с ваших личных досок на тестовые. Ну, в общем, если ваша доска будет адекватна той, что вы берете у нас, то мы с вас спросить ничего не будем. Если же нет, то тогда, соответственно, надо будет либо оставить что-то в залог в виде прав и ПТСа, хотя если вы приехали на курорт чисто покататься, у вас, возможно, таких вещей нет. Поэтому кэш, кэш, кэш отдаете нам в залог, мы вам потом возвращаем. Естественно, прокатные доски не канают, то есть, если вы где-то взяли в прокате и принесли нам, то извините. Ну и, естественно, мы за собой оставляем право не дать вам возможность воспользоваться тестами по каким-то своим соображениям. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо и крайностей у нас не будет, поэтому на этом вопросе заканчиваю. И теперь рассказываю про те доски, которые к нам приедут туда. Ну и к вам тоже, с нами вместе приедут. Сначала расскажу про модели, которых немного будет, то есть, вот буквально модельный ряд джентемстика, моса и дюпра будет представлен по четыре буквально доски. Начну прям, давайте, вот с первой. Это 165-я доска Таратамай ТТ и эта доска ФЛЭТ. Попробую показать. Видите? То есть, прогиба у нее нет, у нее прямая совершенно доска. Мало того, она очень узкая, и узкие носы, узкая талия, супер направленная такая дирекшнл доска. Нос, естественно, такой длинный, загнутый, но я бы не сказал, что у нее прям супербольшой рокер, но он есть. Интересная доска, я на ней катался, катался в Сибири, причем, да, вам надо выбирать траекторию на такой доске. То есть, если вы катаетесь в деревьях, то вам прям надо видеть ту траекторию, по которой вы поедете, потому что с таким радиусом она, так скажем, поворачивает немножечко туговато, но из-за того, что она узенькая, вам ее перекантовывать очень легко, по жесткости, ну, так скажем, чуть-чуть выше среднего. Ну, в общем, человек вот моего веса где-то там 80 с плюсом килограммов, 85, наверное, с такой доской легко управиться. Сам Тара Томаи, я думаю, он еще меньше габаритами, поэтому спокойно на такой доске катается. Интересная доска. Естественно, она будет офигенно в полях, в открытых. Следующая доска, Gentleman Stick, Big Fish. Ну, Big Fish, понимаете, да, что это Fish Tail, такой типа зауженной, очень тейпированной доска, в том плане, что нос значительно шире, чем хвост. Здесь уже, вы видите... Кэмбер, кэмбер, причем... Ну, да, кэмбер получается от переднего крепления, ну, и практически до хвоста, там, даже вот до этого выреза ласточкиного хвоста. И широкий, длинный рокерный нос, то есть, вполне приличная доска для как раз катания по снегу, по-глубокому. Будет она поворотливая достаточно, потому что талия у нее хоть широкая, но по сравнению с носом узкая, да, то есть, она будет очень хорошо зарезаться. Кэмбер, естественно, будет вас офигенно держать на трассе, на тратраченной, то есть, когда вы будете выезжать. Ну, в общем, универсальная доска для катания в горах и по жесткости... Она не очень жесткая, кстати, где-то, наверное, 4, может быть, до 5. Длина доски 163 сантиметра, то есть, там, опять же, на вес там 80 плюс вполне подойдет. Я думаю, даже можно и 90, и 90, и более. Еще одна доска, похожая на первую, но так вот, если посмотреть чуть-чуть по профилю, они, конечно, отличаются, да, то есть, у этой пошире нос и более ярко выраженная талия и раздвоенный хвост. Это называется Мэйджик 38, но это 168-я доска. По сравнению с Таро Томае, у нее есть обратный прогиб, ну, не обратный, а классический прогиб. То есть, соответственно, такая доска на прямых, на жестких участках по трассе будет держать, наверное, чуть-чуть лучше, но, наоборот, в Паудере будет лучше ехать вот эта доска. Она достаточно жесткая, наверное, шестерочка. У нее будет хвост помогать вам проваливаться в глубокий снег. И еще одна доска Джентемстик, это четвертая, получается, которой будет, их всего четыре. 176-я доска, называется она Суперфиш. Ну, соответственно, да, вы видите, что супер большая доска. У нее очень широкий нос, очень узенькая талия, такой прям классический, какой-то там 90-х годов, вот этот вот шейф классического Swallowtail. Хвост у нее достаточно мягкий, но, в принципе, она в средней, наверное, жесткости, как пятерочка, так скажем, по прогибу у нее. По прогибу у нее такой небольшой кэмбер, да, и чуть-чуть он смещен, да, наверное, от середины и до заднего крепления, а впереди такой длиннющий широченный нос, который всплывет, конечно, просто везде. Ну, и, на самом деле, на такой доске, конечно, самые большие люди спокойно могут прокатиться даже в глубоком снегу. Она даже не влезает в наши стандартные ячейки для досок. Очень широкий нос. Вот, кстати, хотите, померяю. 34,5 сантиметра. Ну, талии у нее нет. Ну, она, конечно, где-то там 27,5 сантиметров. Ну, тут доска, конечно же, не про талию. Вообще не про какой твинтип, там это чисто направленная доска. Переходим к моделям Moss. Давайте сразу вот с этой начнем доски. Это одна из самых необычных досок, которые у нас будет в тестах. Доска очень короткая. Всего лишь 154 сантиметра. Называется модель Fluffy. Если вы смотрели наше предыдущее видео с Максимом Ионовым, он себе выбрал доску C3 от Moss. Это предыдущая модель, немножко другая. Та доска у него пожестче. Это прям совсем мягкая доска, наверное, трешечка. Она будет вообще прям сгибаться в снегу в глубоком. И еще, опять же, у нее очень смещенная стойка. Прогиб у нее... Прогиб у нее... Какой-то такой... Как это сказать... Комбинированный. То есть, получается, что у нее под задней ногой кэмбер. И дальше флэт и рокерный нос. То есть, вы будете задней ногой управлять, да, когда вы на жестком, получается, едете. И рулить вы будете задней ногой. Очень широкая. То есть, соответственно, подойдет даже достаточно тяжелым людям. Будет интересно на ней прокатиться. Специальная форма сделана для того, чтобы удлинить рабочую длину канта. То есть, нос... Ой, хвост вот этот вот. Он вообще никак не участвует при катании по жесткому снегу. Только вот до вот этого момента. Но зато он будет поддерживать в пухлом глубоком снегу. И хвост в нем будет подлиннее. И, соответственно, рулиться будет... Ну, доска будет поустойчивее стоять. Интересно будет на такой, конечно, катнуться. Хотя, я не знаю. Она очень мягкая. Ну, попробуем. Дальше две доски идут. Это Performance Quad. Две одинаковые доски, просто разного цвета. Покажу вам. Да, вот они абсолютно одинаковые. Разного цвета. Очень интересно к нам попала в тесты. Ну, как тестовая доска. Мы заказали несколько досок. Доска с 2017 года. То есть, вот этот дизайн с 2017 года. А вот этот дизайн сезона 2021. Они обе к нам поедут в тесты. Доска достаточно, кстати, жесткая. Наверное, пятерочка. Может быть, даже пять с половиной. Прогиб у нее кэмбер-рокер. То есть, между креплениями кэмбер и загнутый вверх нос. Но достаточно далеко от переднего крепления. Загиб рокер носа, получается, да, вот от этой точки. То есть, в принципе, доска, получается, достаточно большой площади будет находиться в снегу. И, соответственно, хорошо всплывать. И, конечно же, раздвоенный нос будет проваливаться в снег глубокий лучше. Здесь еще для стабильного хвоста, да, когда вы прям в совсем глубоком снегу, как вот на серфе, как в воде, здесь есть такие направляющие, как это у лодочных людей, это называется риданы. То есть, эти такие выемки должны держать хвост доски в снегу, чтобы он не елозил там влево-вправо, а быстро и стабильно ехал прямо. Интересная доска. 160-я ростовка. Но я думаю, она подойдет вот людям как раз там килограмм 70-85. Для тех же, кто побольше, возможно, будет лучше подходить такая более классическая свалу-тейл. Это 170-я уже ростовка. Она и пошире, подлиннее, побольше нос для всплытия. То есть, как раз для людей, которые потяжелее. По жесткости она, наверное, такая же, как вот этот вот Performance Quad. По прогибу, естественно, тоже CamRock. Причем у нее и у хвоста такой хороший рокер, и у носа хороший рокер. Естественно, Directional. Ну, для людей побольше, потяжелее. Вот еще одна доска плюс к этому суперфишу. Dupra. Французский бренд Dupra, Serge Dupra. Это, в принципе, это, как вам сказать, доска имеет одну форму. Тоже, конечно же, это тот же самый CamRock. Между ног будет Camber, рокер носа. Нос очень длинный, да? То есть, вот доска, например, 165 сантиметров. Но, если обрезать вот этот вот длинный нос, который, в принципе, участвует в катании, только когда у вас куча пухлого снега, тонный, ну, на что мы надеемся, в Шерегеше. А по жесткому, если вы едете, да, по трассам катаетесь, то эта доска будет ощущаться, ну, вот, сантиметров на 15 короче. То есть, это, по сути, 150-я доска, которая, ну, она достаточно широкая. Сейчас померяем ее талию. То есть, она будет и хорошо всплывать, и на ней будет отлично карвить даже по жесткости. Ну, кстати, про жесткость Dupra. У них разная жесткость. То есть, вот, они обозначаются какими-то буквенными цифрами. То есть, вот это называется 5,5 как серфа, как серфы, да, 5 футов плюс-плюс. То есть, плюс-плюс это двойная жесткость. То есть, вот эта самая жесткая доска длины 165 сантиметров. Она реально жесткая. Она, наверное, восьмерка. То есть, в такой доске можно, в общем, кататься даже, ну, понятно, что мне, например, с 85 килограмм будет на ней суперкомфортно. А я думаю, здесь можно и под сотку залезть на эту доску и кататься, и карвить, и кататься в целине. Универсальная доска. Очень рекомендую попробовать. Также у нас еще будет, например, 178-я ростовочка. Это прям тоже для таких вот богатырей. Ну, и разная жесткость подойдет по-разному. Даже будет доска 155-я, которая подойдет девушкам. Будет две Санта-Круза доски. Это уже этого сезона. У нас, к сожалению, вот про то, что я вам рассказываю, это все доски прошлых сезонов, кроме Дюпра и Санта-Круза. Санта-Круз и Дюпра уже приехали новые. Санта-Круз, вот эта вот модель, называется Медуза. Это такой All Mountain Freeride Snowboard. При этом это Twin. Ну, такой Directional Twin. Достаточно мягкий. Ну, мне, кстати, показалось. Ну, в общем, да, он одинаковый хвост и нос. В серединке у него обычный прогиб. То есть такой Twin-тип, но почему он у них называется Directional Twin, мы сейчас проверим. Заявлено, что закладные чуть смещены назад. То есть если вот померить до закладных от носа 44,5 от хвоста. Но, кстати, тоже 44,5. Честно говоря, не очень понятно, почему он называется Directional Twin. Да, единственным ответом на этот вопрос может быть немножко направленная структура конструкции доски самой, ну, я имею в виду внутренняя конструкция сердечника. Это, кстати, 159 ростовка wide широкая, но широкая, сейчас я вам скажу, насколько она широкая. 26 сантиметров талия, то есть в 2021 году это вообще не широкая талия. То есть вот как я обещал померить Dupro, но тут, кстати, чуть меньше, тут 25 с половиной, но здесь нос широкий, но здесь вот талия 28, к примеру. То есть в общем-то 20, сколько я сказал, 26 сантиметров для модели wide, это wide серия, это вообще немного, то есть в принципе на такой доске можно спокойно даже покарвить, покарвить на жестком снегу, ну, потому что twin, потому что camber она в миру жесткой, такой средней жесткости, так скажем, ну, думаю, что для карвинга вполне подойдет, хотя некоторые наверняка скажут, что мягковато. и еще одна доска уже такая заряженная под паудер от Santa Cruz называется Wizard модель, что самое плохое, ну, с моей точки зрения, конечно, что Santa Cruz все время пытается избавиться от этой модели в своей коллекции, потому что когда они прислали ранний каталог вот этого сезона, этой доски там не было, но по всей вероятности дистрибьюторы с разных стран сказали почему и в итоге вернули эту доску. Это 158-я доска, она достаточно жесткая, то есть такая, наверное, семерка, может быть, даже восьмерка, не, ну, наверное, семерка, да, понятное дело, что у нее тейпированный профиль, хвост уже, чем нос, естественно, смещение креплений, но не такое, экстремальное смещение креплений, как, например, у японских досок, то есть на этой доске вполне можно оттолкнуться, да, то есть она так будет, как сказать, можно в ней в парк въехать, так, на минуточку, да, ну, и 158-я это не самая длинная доска, я думаю, что килограмм до 80-ти, наверное, на ней будет комфортно, ну, может быть, там, чуть-чуть-чуть за 80-ти, в общем, вот эти доски мы с собой берем на тесты, присоединяйтесь к нам, если вы уже собираетесь, а то, может быть, посмотрите наше видео, решите, что нет, все-таки надо ехать, по погоде, обещают сейчас снегопады, они уже там идут, на этом видео закончим, но это еще не все доски, которые поедут с нами, поэтому оставайтесь на канале, ждите следующего видео, покажем следующую партию досок в следующем видео, всем пока, до встречи на склоне.